Французская революция Мы точно знаем, когда она началась. Начинается она в 89-м. Когда она заканчивается, это уже сложнее. Заканчивает ли революцию свержением диктатуры Гребеспьера и его соратников в 94-м? Или в революцию включить еще директорию, тогда 99-й? Но можно ли сказать, что остаток первой республики, оставшиеся пять лет, не имеет ничего общего с революцией? Если можно, тогда закончим на 99-м. Если нет, то у нас попадает режим консулата, как завершающая фаза революции. В любом случае, как бы там оно ни было, этот эпизод мы закончим на директории, с одной стороны. С другой стороны, отмечу лишний раз, что любое деление, на каком бы этапе ни остановить стрелку, разделяющую два этапа, это будет искусственное и внешнее по отношению к материалу деление, не отображающее и не учитывающее очень важного момента. Все преобразования государственного устройства, все преобразования политические, правовые, культурные, которые будут проводить члены директории, которые будет проводить Наполеон Бонапарт сначала как консул, а затем как император, они все будут генетически связаны с деяниями революции. Они все будут обусловлены ими, вырастать они будут из них. То есть, по большому счету, революционная борьба закончится в 94-м, но революция как длинный процесс будет идти еще достаточно большое количество лет. Собственно, эпиграфом к французской революции, особенно к первой ее части, стоит поставить знаменитую фразу Аббата Сиеса, что такое третье сословие «все», чем оно было, ничем, чем оно хочет стать, чем-либо. Поскольку революция, великая французская революция, это безусловно и прежде всего революция третьего сословия, революция буржуазии, горожан, которых и называли «тье-эта». Итак, я напомню, по предложению Жакена Кера, Людовик XVI созывает Генеральные Штаты и увеличивает вдвое численную квоту представителей третьего сословия. При этом голосование остается по прежнему принципу, то есть по-сословно «е». Собравшихся это ни в коей мере не устроило. Уже 12 июня, то есть чуть больше, чем через месяц после начала, третье сословие демонстративно отделяется от заседания Генеральных Штатов. И призывает примкнуть к ним два других, то есть встать, как бы сказать, на их сторону против официальной стороны короля. 17-го числа они объявляют себя национальным собранием Ассамблеи Национальной. 19-го к ним присоединяется духовенство. 20-го состоится, дальше счет идет на дне, иногда на часы. 20-го июня происходит знаменитое заседание в зале для игры в мяч, в ходе которого принимается решение о необходимости выработки новой конституции королевства. Пока еще королевство Франция. В 27-го числа, еще через неделю, представители первого сословия дворянства изъявят желание присоединиться к двум другим. Они до последнего держали сторону Фероля, но здесь они оказались в реальной опасности просто остаться в стороне, от принимаемых решений. Собственно, 9-го июля происходит важнейшее, одно из важнейших событий вот этого многодневного процесса, когда депутаты национального собрания Ассамблеи Национальной объявляют в себя Ассамблеи Национальной Конституциональной. Собственно, то, что переводится на русский как учредительное собрание. Обратите внимание, я об этом говорил в прошлом эпизоде, касательно Америки после революции, когда говорил про американскую конституцию. Смысл Конституции сам по себе – это учреждение нового порядка. Вот здесь в открытую звучит претензия собравшихся депутатов на учреждение нового порядка. В противовес всему тому, что было в Киролевстве. Уже через 5 дней после этого последует знаменитый штурм главной тюрьмы Парижа и новым символом французской монархии – штурм Бастилии, в ходе которого Бастилия будет взята, разрушена. В Париже резко повысится и ухудшится криминогенная обстановка, что, естественно, это мы сейчас оставим в стороне и пойдем дальше. Следующим шагом станет 4 августа. Это ночь, заседание проходило весь день, всю ночь. Эта ночь войдет в историю как ночь чудес. Один за другим на трибуну будут выходить представители высшей аристократии и королевства, как светской, так и духовной. Один за другим они будут выходить на трибуну национального конституционного собрания и отказываться от своих титулов, должностей, наследственных владений. Они будут заявлять, что они граждане Франции. То есть ночь чудес, когда практически все участники вот этого собрания будут заявлять о своей гражданской солидарности, о том, что они равны друг другу и в этом равенстве они едины. А стало быть, все разделяющее их, оказывается, преодолено. Ну, дальше где-то с 5 по 11 августа готовится ряд декретов, один из них на слайде. Готовится ряд декретов об отмене целого ряда феодальных повинностей и о замене остальных денежными выплатами. Наконец, 26 августа принимается декларация прав человека и гражданина. Знаменитая французская декларация прав человека и гражданина, которая с тех пор входит в качество преамбулы практически во все конституции Франции, бывшая с того времени. Здесь еще одна деталь. Уже прозвучала вот эта отмена ряда повинностей, замена остальных денежными выкупами. Впереди будет еще целый ряд преобразований, о которых я буду говорить. Но обратите внимание, что практически все эти преобразования предлагал Тюрго. Часть этих преобразований была предложена еще к Альберам. Но инерция сословного общества, инерция того, что называлось собственно аусьянрежим, вот этим старым порядком и безволие короля во многом, конечно, не давала реализовать этих нововведений. И даже будучи на бумаге реализованы, они все равно их все равно хоронили в щели под Плинтусом в итоге. В ночь с 5 на 6 октября толпа людей из Финместии Парижа пешком добирается до Версаля, где проживает король со своей семьей. И под официальным предлогом с тем, чтобы спасти жизнь короля и обеспечить безопасность жизни короля от посягательства нее преступных и деклассированных элементов, короля вместе с семьей сажают в карету и перевозят в дворец Тюэлери в Париже. Где де-факто, конечно, берут под стражу. А в, собственно говоря, в ноябре в ноябре того же года следует декрет о секуляризации всех церковных имуществ и передача всех земель и духовенства в руки нации. А в декабре следует декрет о проведении административной реформы. Введение департаментов, собственно, уничтожение всей прежней административной структуры, уничтожение провинций и создание новой структуры, дистрикты, кантоны, коммуны и, соответственно, департаменты. Во многом той структуры, во многом, которая сохраняется по сей день в Франции. А дальше 90-й год и здесь буквально в марте проводится налоговая реформа, когда все старые налоги отменяются и заменяются всего тремя, зато всеобщими. Налог на недвижимое имущество, на движимое имущество и на все сделки. То есть нынешний аналог НДС. Соответственно, отменяются все внутренние таможни и городские заставы. Волевым порядком отменяются. Ничего, желание, нежелание уже не спрашивают. То есть это вот то, чего не сумел сделать Тюрго в свое время. Объявляется свобода хлебной торговли. Еще одно. Начинание Тюрго, вы видите. И, наконец, в июне 90-го года принимается закон Лешапелье знаменитый. закон Лешапелье уничтожает всякого рода корпорации, граждан одного и того же состояния, одной и той же профессии. То есть этим законом запрещаются и отменяются все цеха, вся цеховая организация и все производные формы. Это еще одно начинание, которое пытался протащить Тюрго. В том же июне отменяется наследственное дворянство и все связанные с ним титулы. Вспомните об этом, когда мы будем говорить о Наполеоне Бонапарте и о том, что он создает новую аристократию Франции, заново вводит дворянские титулы, но, как бы сказать, своей волей и с нуля. Продолжаем разговор и мы говорим об июле уже. В июле проводится еще одна незначительная внешняя реформа. Отменяются все церковные должности и упраздняется церковное бракосочетание. У церкви отнимают право регистрировать и совершать браки. В 91-м году главное, что стоит помнить, это то, что в этом году принимается Конституция Франции. Пока еще Королевство Франция. В июне король с семьей пытается бежать из страны, понимая, что дело идет совсем уже нехорошо. Его ловят в Варенне, узнают случайно, когда они выходят из кареты размять ноги. Ловят в Варенне, возвращают обратно в Париж, но теперь уже как пленника, теперь уже понятно, что король заявил себя как враг республики. Об этом становится известно вовне Франции. Против революционной Франции начинаются военные действия и это приводит к эскалации событий внутри королевства. Осенью 1991 года Национальная Конституционная Ассамблея переименовывает себя в Законодательное Собрание, которое делится на три базовых фракции. Одна из них называется в основном по имени департамента, откуда выходит ядро этой фракции, Жеронда. Вторые зовут себя монтаньярами, горцами, по месту, которое они занимают в зале заседаний, залом, амфитеатром, верхние скамьи. И между ними средняя часть, которая очень скоро, депутаты, оставшиеся там, очень скоро получают произведительное прозвище «Болото». Присоединяются в основном к сильнейшим, своих инициатив не выдвигают. Законодательное собрание издает декрет, знаменитый декрет Отечества в опасности и объявляет всеобщую мобилизацию. Это уже июль 92-го. В августе король отрешен от власти. В сентябре создан законодательное собрание, преобразованное в национальный конвент, и немедленно упразднение королевской власти, провозглашение республики и даже обновление календаря. Вот здесь обратите внимание на важность этого шага. Шаг во многом символический. не то чтобы очень необходимый, но шаг исключительной силы и очень серьезной важности. Собственно говоря, революционеры заявляют, что они не принимают ничего от старого режима. Они отвергают даже счет дней, принятый там. новое время, новое лето исчисление, новая эра, новый календарь. Он перед вами, а мы идем дальше. В 93-м году Жерандистская республика устанавливается, так называемая. Начинается она с кровавого события с казни короля на гильотине. Вскоре после этого создается Комитет общественного спасения, фактически временное правительство, чрезвычайное правительство Франции. И дальше все разворачивается как снежный ком. Декрет о максимуме цен на зерно, беспорядки в Париже, хлебные бунты в провинциях и требования толпы, причем санкюлотов, вот этих бесштанных, арестовать жерондистов, потому что они кто? Они богатей, они кто? Они состоятельные, они не понимают простого народа. И лидер Монтаньяров, провинциальный адвокат в прошлом, Максимилиан Робеспьер, охотно идет на этот шаг, к власти приходит Монтаньяр, Жеронда восстает, начинается подавление внутреннего бунта еще, параллельно с внешней борьбой, с внешними интервентами, создается новая конституция, уже конституция республики, и решающей точкой становится убийство одного из лидеров комитета общественного спасения, Жан-Поля Марата, убийство монархистской девушкой Шарлоттой Корде, широко известная сцена, она проникает к нему в дом, Марат тяжело больной человек, он принимает горячую ванну в этот момент, и Корде, прорвавшись к нему туда, убивает его ножницами. Собственно, это становится началом, сигналом к массовым репрессиям. Учреждаются революционные трибуналы, издаются сначала декрет о создании революционных армий, это то, что нам больше известно, как праводотряды по революционным годам, издается декрет о подозрительных лицах, именно там впервые прозвучит знаменитая формулировка «враг народа», столь печальная, памятная нам по нашей истории. Начинается массовый террор, Гильотина работает не переставая, в апреле 1994 года на плаху бросают лидера, одного из лидеров жерандистов, человек, который изначально шел вместе с Абисфьером с самого-самого начала революции, Жоржа Д'Антона, собственно в стране введено чрезвычайное положение, без суда конфискуются имущества у тех, кто кажется подозрительным, людей приговаривают чрезвычайными тройками по требованиям революционного времени, маховик террора раскручивается все сильнее, параллельно в июне 7-го числа, укрепляя свою власть, Робеспьер издает декрет о новой государственной религии, о культе верховного существа, но это уже на самом деле предвестие конца, потому что собственно дальше то что 26-го июня по старому стилю, 26-го июня 1794-го года Робеспьер выступает своей знаменитой речью, с последней речью, которая называется речь о предателях. 27-го июля, то есть это 9-я терминдора по революционному календарю, 9-го терминдора совершается переворот, Робеспьер, Камин-де-Мулен и еще ряд их соратников арестованы, брошены на плаху и разумеется казнены в тот же день, ну и в каком-то очень коротком промежутке времени Робеспьер, здесь тоже в общем очень трагичная и кровавая развязка Робеспьер, слыша, что его идут арестовывать, то есть уже просто слыша шаги идущих арестовывать, стреляется, стреляется он, пистолеты длинноствольные, пистолеты 18-го века все себя представляют, стреляется он снизу выстрелом через челюсть в голову, пуля рука дрогнула, пуля свикошетила и вместо того, чтобы убить Робеспьера, лишь искалечивая его непоправимой, раздробив ему язык, нижнюю челюсть, его подлечили и обезглавили, в итоге он лишил себя возможности собственно сказать свое последнее слово с гильотиной, да? люди свергнувшие Робеспьера устанавливают так называемый режим директории. Правительство директории возглавляет которое Поль Баррас, который перед вами, и 23 сентября 1795 года издается новая Конституция. Конституция 1795 года во многом представляющая собой откат от Яковинской Конституции назад к 1991 году. Пролистывая годы директории одним широким жестом, напомним, что 18 Брюмера или если угодно 9 ноября 1799 года в Париже происходит переворот, инициатором которого выступает молодой генерал от артиллерии Наполеон Бонапарт. В результате переворота устанавливается режим консулата и одним из трех консулов становится как раз Наполеон Бонапарт. О чем в следующем эпизоде. Спасибо.